МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приятно быть единственным русским домом, который показывается на неделю от кутер в Париже. Особенно приятно делать это в официальном статусе, когда все-таки ты находишься уже в расписании, и таким образом подтверждается статус кутюрье. Я не думаю никогда о значимости, я просто делаю то, что я чувствую. Мы начинали с 4-5 человек в Москве, на сегодняшний день это более 100 человек. Это, безусловно, совместный продукт, что каждый вкладывает что-то свое, это не только я. Каждый сезон мы уходим в какой-то такой свой вымышленный мир, который изобретает, прежде всего, Ульяна, а потом нанизываются разные идеи уже нашей команды. В этот раз Ульяна мечтала о коммунальной квартире. Многие из нас не понаслышке знают, что такое коммунальная квартира. К этой теме можно обратиться по-разному. И здесь мы думали и о архитектуре, которая нам очень нравилась, своей вот этой вот именно эклектичности, совмещением чего-то старого и роскошного, чего-то очень примитивного, нового. И, конечно, к тому, как выглядели люди в этих квартирах. В каждом доме были горшки с цветами на окне стояли. Какой-то такой сервант, где стоит посуда, фужеры. Нам кажется, что это мило. Это нам напоминает о чем-то, о том, что у нас было. Мы очень, конечно, любим русских манекенщиц. Особенно приятно, что именно в Париже на неделе моды большинство из них, собственно, из России. Это мой лук. Корсетное платье очень интересного цвета и покроя. Мы стараемся использовать очень много различных техник, традиционных, в том числе, конечно, переосмысляя их, например, елецкое кружево, влагодское кружево. Я люблю макияжку и прическу, потому что, когда я рассказывала историю, они послушали это все, посидели, подумали, и с первого раза выдали ровно то, что я описала. Именно это я имела в виду. Вот эта красная луна занималась художественный. Она пошла не подогнал, стихи, She's been kissing, she's been having a really fabulous time, so maybe her make-up has run a little, she might have been drinking a little red wine, she might have been kissing some boys, so her make-up's a little bit smudged, her lips are a little bit smudged. We did these kind of knots in the hair, they're kind of a little infantile and playful and eccentric and some we did them on the top, and if the girl has a hairnet, then we did them in the back. Another theme of this collection is the new year, the new year, the new year, it was a night that allowed to dream, to be a real person, to be happy, to be happy, to be happy, to be so many items, clothes and accessories are inspired by this theme. For example, we have shoes, 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 shoes. It is designed for clothes, clothes, clothes. осветительного прибора «Салют», который давали такие цветные шарики. Мы сделали все немного по-новому и ушли от одного тона ниток, которые используются при создании такого кружева. И здесь получилось меланжирование за счет использования черной и белой нити. Оно кажется таким серебристым. Это очень трудоемкая техника. Такая работа, наверное, в общем это заняло около 5 месяцев. Платье, такое очень элегантное, нарядное. На самом деле оно было вдохновлено такими простыми чашечками ЛФЗ. Традиционная питерская кобальтовая сетка, такая вот квадратикой. Но мы ее воспроизвели не на белом фоне, чтобы это было менее очевидным, а на черном. И все это сделано вручную. Или, например, вот эта вещь. Да, тоже здесь такое вдохновение, какое-то конфетти, советский Новый год. А также не первый сезон. Мы уже работаем с мастерами из Вологды. Это, наверное, самая трудоемкая из всех кружевных техник. Вот эти сумки, они похожи вот на такое вот окно с цветами, с кружевной занавесочкой, которую мы тоже делали вручную. То есть цветы – это не рисунок, это вышивка ручная. Или, например, как мы называем вот эту сумочку «Большой театр». То есть многие смотрели телевизор, по телевизору часто шел балет, не все могли себе позволить туда попасть, но это было такой тоже традиционной формой развлечения. Продолжение вот этой вот балетной темы такие сумочки-балерины. Такие тоже очень забавные объекты, как я говорил, да, тоже, например, больше из детства такие вот сумки-мороженки. Головные уборы сделаны в сотрудничестве с известным шляпником Стивеном Джонсом. Мы работаем с ним уже не первый сезон. Это как раз такая, знаете, вот шапочка для сна, для сохранения причесок. Мы сделали их очень элегантными, украшенными камнями. В этом сезоне мы сотрудничали с известным обувщиком Кристианом Робутаном, который для нашей коллекции создал туфли и ботворды. Я люблю его, я думала, что это было бы красиво. Я большой фанат Велигой ульяны. И это было бы красиво. Улена Среденко's pieces are extremely... they're romantic, unique, and different. У нее абсолютно особенное видение женщины, абсолютно особенное видение сексуальности, женственности, и это все очень сильно проявляется в этой коллекции. В этой коллекции действительно есть что выбрать, а я, как человек, который довольно часто пользуется плодами ее таланта, могу сказать, что я спокойна за свои светские выходы в ближайшее время. Нам бы, конечно, хотелось иметь возможность дальше продолжать делать именно кутюрные коллекции, потому что они позволяют мечтать. Это свобода и свобода в творчестве, наверное, самое ценное, что может быть. Для нас это большая радость, когда здесь уже на таком международном подиуме, например, идет какая-то вещь, сделанная руками наших мастериц. Это, конечно, очень большая гордость, прежде всего, наверное, за нашу страну.